Здравствуйте, товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных событиям столетней давности, событиям гражданской войны в России. Уже традиционно мы эти события рассматриваем в привязке к пространству и времени, то есть рассматриваем ситуацию на фронтах на определенный момент времени. И вот сейчас в прошлой передаче мы остановились на событиях, которые происходили на Восточном фронте. По времени закончили мы где-то примерно концом ноября 2018 года. Как мы помним, в это время у нас там состоялось, точнее продолжается такое достаточно мощное наступление Восточного фронта Красных. В результате ряда последовательно, точнее даже не то, что последовательно, а в какой-то степени перекрывая друг друга проведенных наступательных операций по Волжье, все среднее течение Волги было очищено от белых и их чехословатских, так скажем, друзей, хозяев интервентов. Соответственно наши войска уже достаточно далеко продвинулись на Восток. И в это время, в ночь на 18 ноября происходит переворот, после которого Колчак становится верховным правителем России. Ну, как бы шаг назрел, потому что да, значит, надо, белое дело надо спасать, то есть нужен, так сказать, сильный лидер, который там это все, значит, дикой черни усмиритель, за тебя сейчас молюсь, как это было сказано в одной советской книжке про гражданскую войну. После этого для большевиков, в свою очередь, Восточный фронт уже не теряет значение такого самого приоритетного, по той, в общем-то, простой причине, что с одной стороны у них возникли, так скажем, более серьезные и проблемы и задачи на юге, поскольку, как мы помним, там войска Деникина нанесли очень серьезное поражение красным на Северном Кавказе, фактически разгромив, уничтожив нашу 11-ю армию, а с другой стороны, там после отмены Брестского мира уже наши начинают освобождение Украины, там тоже нужны силы, поэтому, собственно, теперь уже все усилия большевиков направлены на юг. И, собственно, здесь в качестве такой небольшой иллюстрации можно процессировать телеграмму Ленина от 15 декабря 2018 года, отправленную им Эфраиму Марковичу Склянскому, который в это время был заместителем председателя Ревоинсовета Республики Троцкого. Телеграмма звучит так. Склянскому. Нота-бене. Паки-и-паки. Ничего на запад, немного на восток, все почти на юг. Причем, что интересно, что эта телеграмма отправлена, как я уже сказал, 15 декабря, то есть уже в то время, когда наш, скажем так, левый фланг Восточного фронта под Перми уже находится в состоянии близком к катастрофе, и катастрофа уже вскоре состоится. И, в принципе, Ленин об этом в курсе, но, тем не менее, пока что основное внимание все-таки на юг, потому что он типа важнее. И вот в этой ситуации, когда у командования Восточного фронта, соответственно, есть планы все-таки наступления продолжить. Кстати, командует фронтом в это время Сергей Сергеевич Каменев, полковник царской армии. И, соответственно, у нас на левом фланге, то есть на северном фланге Восточного фронта находится 3-я армия, достаточно многочисленная. В ней на этот момент, то есть на конец ноября 2018 года насчитывается 24,8 тысяч штыков, 3,6 тысяч сабель, то есть суммарно почти 30 тысяч бойцов, 96 орудий, 442 пулемета. Командовал ею вплоть до недавнего времени, то есть до 29 ноября Рингольд Иосифович Берзин или его, если более точно, фамилия Берзинш. Как понятно, он по национальности латыш, но в царской армии дослужившийся только до поручика. Тем не менее, он все-таки этой армией в предыдущем месяце командовал, но тут, опять же, поскольку здесь ввиду отмены решением советского руководства Брестского мира мы начинаем и освобождение Прибалтики, то есть освобождение Латвии в том числе, соответственно, его с командования армия снимают, перебрасывают туда, значит, на историческую родину, а вместо него командующим армией с 30 ноября назначается Михаил Михайлович Алашевич, еврей по национальности, но он как раз, если его предшественник был поручиком, то Алашевич, хотя в принципе и служил в царской армии с 15-го года, но он там дослужился только до старшего унтер-офицера, то есть это примерно равноценно нынешнему сержанту, но он, конечно, был ценен для советского руководства тем, что он фактически старый большевик, то есть он член РСДРП с 1901 года, член партии большевиков с момента образования большевистского крыла, но понятно, что с военным опытом у него было не очень хорошо. И, как было запланировано командованию красных, 30 ноября, в день вступления в должность нового командующего, третья армия должна была перейти в наступление и дальше двигать белых прочь. Но вместо этого на день раньше, то есть 29 ноября, белые первыми переходят на наступление. Кстати, вот такая ситуация во время гражданской войны наблюдалась неоднократно, и в своих предыдущих передачах я как раз такие ситуации тоже неоднократно отмечал. И, конечно, это происходит не совсем случайно, а по той причине, что в командовании красных имелось довольно большое количество изменников и предателей. В основном из числа бывших офицеров, которые затаили хамство на советскую власть и при случае переходили на сторону противника или хотя бы снабжали своих братьев по классу разведданными. В результате белые наносят удар первыми. Причем надо сказать, что со стороны белых нам противостояли Екатеринбургская и Прикамская группы Сибирской армии. Они суммарно насчитывали свыше 68 тысяч штыков, 5,2 тысячи сабель, около 70 орудий, 230 пулеметов. То есть фактически имели существенный перевес в живой силе, но правда по вооружениям там почти паритет. Правда здесь надо еще не забывать, что им противостояла не только третья армия во главе с Лошевичем, но и находившаяся от нее на ее правом фланге, то есть южнее, вторая армия, которая была гораздо более малочисленной. Т.е. там насчитывалось всего лишь 8,7 тысяч штыков, 820 сабель при 43 орудиях и 240 пулеметах. И таким образом белые начинают наступление. В результате находившаяся у нас на левом фланге 29-я стрелковая дивизия потерпела поражение. Фактически, в общем-то, обратилось в бегство. После этого дальше войска 3-й армии пытаются остановить белых на рубеже реки Чусовая и там некоторое время еще держатся. Ленин направляет телеграмму Троцкому, который в это время занимает должность наркома по военно-мородским делам и одновременно председателям Реввоенсовета РСФСР, Ленин посылает 12 декабря ему телеграмму такого содержания. Троцкому по месту нахождения. Пермь в опасном положении. Считаю необходимым послать подкрепление. Питер может дать полки советской бедноты, их там два, или другие по указанию Реввоенсовета. Предлагаем указать Реввоенсовету на огромную важность Кизеловского района Перми, снабжающего углем заводы и всю железную дорогу. Потеря Кизелов остановит движение. На следующий день Ленин посылает новую телеграмму Троцкому 13 декабря. Воронеж или по месту нахождения Троцкого. Крайне тревожные вести из-под Перми. Ей грозит опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли энергично он дает подкрепление Перми и Уралу. Лошевич говорил Зиновьеву, что посылать надо только обстрелянные части, но в результате спохватились поздно. Эти все подкрепления были отправлены с запозданием, и в результате 24 декабря красные оставили Пермь, а на следующий день в нее вступили белые. Обычно у нас в литературе называются вот эти две даты. Иногда в некоторых источниках 24 декабря, как дату занятий белыми Перми, в некоторых 25 декабря. Дело в том, что это связано с тем, что красные ее фактически оставили без боя. То есть они 24 декабря ее оставили, 25 декабря белые туда зашли. Соответственно, что непосредственно штурмом города руководил генерал Пеляев. Такая личность интересная. Это Анатолий Николаевич Пепеляев, он достаточно человеком был молодым на тот момент, он 1891 года рождения, то есть ему всего лишь 27 лет, был офицером царской армии, но во время Первой мировой войны, то есть накануне Февральской революции, дослужился только до звания капитана. Дальше уже при Временном правительстве он был произведен в подполковники, а вот потом, когда он уже после начала полномасштабной гражданской войны вступил уже в ряды рыцарей белой идеи, там у него сразу начался карьерный рост. Т.е. в августе 1918 года его производят в полковнике, а 10 сентября 1918 года он уже производится в генерал-майоры. И, собственно, за взятие Перми он был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени, а затем месяц спустя, 31 января произведен генерал-лейтенанты. Кстати, этот пример наглядно показывает всю лживость этих романтичных сказочек о том, что белые были настолько щепетильны, что не производили награждения царскими орденами. Что, поскольку здесь воюем против своего народа, то есть война междоусобная, то нельзя использовать эти старые ордена. На самом деле это, естественно, неправда, то есть эти ордена вовсе использовали, и как-нибудь во время одной из передач я об этом расскажу подробно. Ну, дальше что происходит? К сожалению, здесь, соответственно, белым удалось не только взять Перм, но и захватить обширный плацдарм на правом берегу реки Камы. И тем самым дальше уже создалась угроза для следующего крупного города, то есть для Вятки. Фактически, здесь, конечно, в это время находившаяся южнее вторая армия у нас пытается наступать в направлении Красноуфимска. Кстати говоря, Красноуфимск — это не нынешнее название города, то есть он назван не большевиками, он так и в царское время был Красноуфимском. Это город, находящийся к западу от Екатеринбурга, но наступление развивается достаточно слабо, то есть, хотя там наши продвигаются, и таким образом отвлечь серьезные силы от Перми им не удалось. После того, как белые занимают Пермь, естественно, чем они занимаются, понятно, что у нас, согласно верованиям наших нынешних белопоклонников, во время Гражданской войны был массовый красный террор, то есть там красные все время зверствовали, уничтожали этот элитный генофонд нации, а вот белые были такими белыми и пушистыми, они ничем таким не занимались. Но на самом деле реальность была совершенно другой, то есть сразу, как только Пермь была занята белыми, то на Матавельхинском артиллерийском заводе, который находился в одном из районов города, было расстреляно свыше 100 рабочих. Если посмотрим в Википедию, там тоже такая социальная статейка про генерала Пепеляева, где сказано, что после взятия Перми он там 20 тысяч взятых в плен красноармейцев отпустил по домам. Во-первых, непонятно, откуда такая цифра, поскольку если учесть, что тут во всей Третьей армии было порядка 28 тысяч, а потом, как уже докладывала комиссия Сталина и Дзержинского, что там после этого разгрома оставалось 11 тысяч, плюс еще какое-то количество было убито и разбежалось. Но просто, чтобы оценить правдивость этих писаний в Википедии, мы упомянем, что, например, батальон некого Урбановского, рыцарей Белой Деи, пленных не брал принципиально. И вот после взятия Перми на базарной площади в Нитве его подчиненные закололи штыками более сотни пленных красноармейцев. Собственно, также и в Перми происходили массовые расстрелы на льду Камы, и в течение нескольких месяцев, пока этот город был занят белыми, там работала белая контрразведка, и там после освобождения города тоже были эксгумированы их многочисленные жертвы. Но белый террор происходил также и в окрестностях Перми. Так, например, в Покровской волости было убито 35 человек, но казалось бы немного, но там все население волости, порядка 4 тысяч. Соответственно, в Ольняшинской волости там было расстреляно 5 человек, при этом один из них был красноармейцем, причем его выдали его же родственники. Соответственно, в этой же волости действовал отряд под командованием Балабанова, бывшего царского офицера, белый отряд, естественно, жертвой которых стали около 350 коммунистов и им сочувствующих. И, соответственно, как по подсчетам, сделанным позже, в ходе освобождения белыми Перми, в Пермской губернии было расстреляно 2558 человек, выпорота 1677, арестована 5471, пострадала имущественно 5471. Но последние – это те, кто был просто тупо ограблен. Естественно, что это цифры заниженные, потому что это то, что удалось выявить. Соответственно, в некоторых случаях там белые не удовлетворялись тем, чтобы просто там свои жертвы расстреливать. Например, жителю деревни Азова Конану Якимову его фактически четвертовали, то есть ему отрубили руки, ноги, потом рубили шашками и после этого уже пристрелили. То есть, соответственно, рыцари белой идеи. Ну и, в общем, после этого вполне понятно, почему большевики, которые были столь гуманными в начале своей власти, когда даже отменили смертную казнь, довольно вскоре изменили свои взгляды и тоже перешли к тому самому красному террору, по поводу которого у нас до сих пор выпрыгивают из штанов наши люди с хорошими лицами. В этой ситуации, то есть после оставления Перми и в условиях опасности продолжения дальнейшего белого наступления, туда, на фронт, была отправлена чрезвычайная комиссия в составе Сталина и Дзержинского. Дзержинский на тот момент председатель ВЧК. Причем здесь что надо отметить, что фактически, помимо собственно решения совершенно насущных военно-организационных вопросов, здесь мы также видим некоторый конфликт внутри большевистского руководства. Дело в том, что фактически здесь вина за пермскую катастрофу во многом лежит лично на Троцком, а также на Лошевича, который впоследствии, кстати, был троцкистом. Соответственно, Сталин и Дзержинский уже тогда к Троцкому относились отрицательно, то есть Сталин с Троцким довольно серьезно конфликтовал во время царизмской обороны, и здесь в какой-то степени процесс в ходе этого расследования продолжился. В итоге 3 января 2019 года Сталин и Дзержинский выезжают из Москвы, 5 января прибывают в Пермь, точнее, нет, конечно, они прибывают в Вятку, потому что Пермь занято белыми. Причем здесь, что важно, что фактически здесь у Красных было очень серьезное опасение, что если дальше развал фронта продолжится на этом участке, то войска Колчака могут соединиться с северной армией белых и, соответственно, интервентами, которые у нас наступают на Советскую Республику из района Мурманска и Архангельска. То есть, если до этого, где-то в августе-сентябре 2018 года была опасность, что это интервенты оттуда прорвутся там, спустившись по Северной Двине и дальше, точнее, поднявшись по течению Северной Двины и взяв Котлас, ну и дальше там на Вятку, а тут уже, наоборот, с другой стороны подходят наши противники. Значит, 5 января 2019 года Сталин и Дзержинский прибыли в Вятку, причем, в общем, это город будет для них хорошо знаком, потому что там оба они в свое время прицаре отбывали ссылку. И, значит, они немедленно отправляют телеграмму в Москву, в которой говорится следующее. Председателю Совета обороны товарищу Ленину. Расследование начато. О ходе расследования будем сообщать попутно, пока считаем нужным заявителем об одной, не терпящей отлагательства в нужде Третьей Армии. Дело в том, что от Третьей Армии более 30 тысяч человек осталось лишь около 11 тысяч усталых и стрепанных солдат, еле сдерживающих напор противника. Присланные главкомам части ненадежны, частью даже враждебны к нам и нуждаются в серьезной фильтровке. Для спасения остатков Третьей Армии и предотвращения быстрого продвижения противника до Вятки, по всем данным, полученным от командного состава фронта и Третьей Армии, эта опасность совершенно реально абсолютно необходимо срочно перекинуть из России в распоряжение командарма по крайней мере три совершенно надежных полка. Настоятельно просим сделать в этом направлении нажим на соответствующие военные учреждения. Повторяем, без такой меры Вятке угрожает участь Перми. Таково общее мнение причастных к делу товарищей, к которому мы присоединяемся на основании всех имеющихся у нас данных. Соответственно, в Вятке Сталина и Дзержинске пробыли еще один день, а затем в ночь на 7 января выехали в штаб Третьей Армии, который находился в Глазове, поскольку там нужно было разбираться, что творится в армии, и в этой армии что там такое происходит. После чего начались эти самые, как бы сейчас можно выразиться, сталинские репрессии, то есть начались массовые аресты комсостава. Правда, надо отметить, что в первую очередь эти аресты коснулись снабженцев, среди которых были выявлены не только небрежность и бездеятельность, но и пьянство, а также и другие должностные преступления. Попутно также выяснилось, что в ходе отступления из Перми противнику были брошены достаточно богатые запасы боеприпасов, вооружения, не был взорван мост через Каму, который должен был быть взорван, но это не сделали. То есть, было много выявлено таких преступных недостатков. В частности, например, здесь, как 16 января Сталин Дзержинский опять сообщил Ленину в очередной телеграмме, что на складах Вятского губкома обнаружилось 30 тысяч пудов мороженого мяса, которое было, существование этого запаса было командованию армии неизвестной. То есть, по всей видимости, там какие-то эффективные менеджеры хотели с этим продовольствием что-нибудь такое сделать. И, соответственно, по распоряжению Сталина Дзержинского 10 тысяч пудов этого мяса были направлены на питание красноармейцев в Третьей армии. После чего, соответственно, также было налажено материальное снабжение Третьей армии. И после того, как безотлагательные вопросы были решены, 25 января Дзержинский и Сталина возвращаются из штаба Третьей армии вятку, а 27-го выезжают в Москву, и 29 января уже были на месте. В это время, значит, что получается, с 6 января 19-го года Белый на, так сказать, этом плацдарме за Пермию переходит к обороне. Но, правда, это было вызвано не только тем, что туда прибыл Сталин, они его испугались, а тем, что накануне здесь находившаяся еще южнее 5-я армия начала наступление на Уфу. Кстати, в это время 5-й армией уже командовал Жан Карлович Бульмберг, латыш по национальности, капитан царской армии. И в результате армия, хотя и продвигалась не очень быстро, но, тем не менее, 31-го декабря 2018 года Уфа была освобождена. Кстати, вот здесь в предыдущей передаче я сделал оговорку, то есть я там ошибочно сказал, что, дескать, вот красные освободили Уфу 31-го декабря 2019 года. Естественно, что я имел в виду 2018 год, но, тем не менее, здесь получался просто такой любопытный факт, что, как мы помним, именно в Уфе была создана вот эта Уфимская директория, такое объединенное белое правительство на востоке страны, но уже 9-го октября члены этой директории, они, можно сказать, впереди собственного визга бежали в Омск, а город пал только 31-го декабря, то есть еще как минимум 2 месяца можно было бы здесь находиться, но, тем не менее, вот, соответственно, белые отступили досрочно. Значит, поэтому, благодаря тому, что Уфа была взята, то, соответственно, части сибирской армии белых переходят к обороне и, соответственно, после этого, да, и частично их перебрасывают на Уфимское направление с тем, чтобы здесь, так скажем, остановить дальнейшее продвижение красных. Но при этом, как я опять-таки уже упоминал в предыдущей передачи, Колчак начинает организационные мероприятия по все-таки переформированию своих вооруженных сил, созданию какого-то единого командования, в частности, вот та же сибирская армия переформируется, во главе нее становится свежеспеченный генерал-лейтенант Рудольф Гейдль, который больше известен как Радал Гайда, то есть по своему славенизированному имени, то есть, как понятно, еще Чех по национальности. Ну, собственно, такие интеграционные процессы, они идут и на юге страны. Как мы помним, что вот 8 января 2019 года, как я рассказывал в одной из предыдущих передач, на станции Торговая, ныне город Сальск, Ростовской области, было заключено соглашение между Деникином и Красновым, после которого Краснов подчинился Деникину, но, тем не менее, здесь вскоре после этих событий, именно с 19 января, Красные попытались Пермь вернуть обратно. При этом, соответственно, контрнаступление должно было производиться сразу с трех направлений, то есть в нем с юга на Пермь должна была наступать вторая армия под командой Шурина, которая к этому времени уже пополнилась и насчитывала 18,5 тысяч штыков и сабель. Соответственно, с запада третья армия, которая тоже получила пополнение, там уже было не 11 тысяч, как докладывал Сталин и Дзержинский, а чуть больше 20 тысяч штыков и сабель. Кроме того, еще ударная группа пятой армии, численность 4 тысячи штыков, должна была нанести вспомогательный удар на Красноуфимск. Но поскольку все-таки, хотя Красные получили здесь пополнение, но этот контрудар был подготовлен наспех, то особого успеха они не имели. Хотя все-таки продвинуться немного удалось. К 28 января, к концу месяца, вторая армия продвинулась на разных направлениях от 20 до 40 километров, третья армия — от 10 до 20 километров. Ударная группа пятой армии на 35-40 километров. То есть, опять же, здесь получилось, что такого радикального изменения ситуации под Пермию не произошло, но тем не менее здесь все-таки белых это несколько напрягло и в частности не позволило Колчаку перебросить часть силы из-под Пермии на Уфимское направление. Поскольку здесь, забегая вперед, на Уфимском направлении белые уже готовят контрудар и в марте 19-го года он состоялся. Ну а тут, в общем-то, это контрнаступление под Пермию немного белых отвлекло. Но в это же время тут, опять же, еще южнее, если смотреть… Ну и мы помним, что у нас там идут третья, вторая, потом пятая, первая, четвертая армии. Вот, соответственно, пятая армия, как мы помним, освободила Уфу в ходе упорных боев, соответственно, выйдя на реку Белую, это самый крупный приток Камы. А вот еще южнее войска первой и четвертой армии. Соответственно, первая армия, как мы помним, в начале наступления Восточного фронта командовал Тухачевский. Но вот к моменту этих событий, то есть к началу января 19-го года он уже сдал командование этой армии и его направили на юг. А с 4-го января 19-го года первой армией командует Гай Дмитриевич Гай. Ну это настоящая фамилия Бжишкян, то есть он армянин по национальности. Он член РСДРП 1904 года и в ходе Первой мировой войны дослужился до звания штабс-капитана, причем еще в царской армии. То есть имеется некоторый военный опыт плюс партийный стаж. Соответственно, 4-я армия в это время командует Александр Алексеевич Балтийский. Это генерал-лейтенант русской армии. Ну точнее скажем так, что в царской армии он к концу 16-го года дослужился до генерала-майора, генерала-лейтенанта он скорее всего получил уже от временного правительства. Я там точно дату выяснить не смог. Но тем не менее, после создания Красной армии он добровольно вступил туда в ряды. И соответственно 5-го ноября 18-го года он был назначен командующим 4-й армией. Таким образом, в начале января 19-го года войска 1-й и 4-й армии начинают наступление в казачьи области, то есть в области Оренбургского и Уральского казачества, где, как мы помним, были созданы соответствующие белые армии. И соответственно 22-го января 1-я армия освободила Оренбург, причем одновременно с ней к городу подошли и ударили по белым войска советского Туркестана, которые наступали на город с юго-востока. А через два дня, соответственно, войска 4-й армии освободили Уральск. Но чуть позже, в феврале того же года, был освобожденный Орск. Таким образом, в результате такого наступления вот эти две белоказачьи армии, то есть Оренбургская и Уральская, были отрезаны от основных сил Кулчака. Но при этом дальше, соответственно, Красные получили сухопутное сообщение с советским Туркестаном, что, в общем-то, было таким важным стратегическим успехом. Причем тут, что надо отметить, что если впоследствии, скажем, на Поволжье и Прикамье белым удалось во многом отыграть свои позиции, то есть, заняв то же самое Уфу, то и Уральск, и Оренбург, Красные уже заняли насовсем, и даже после того, как началось наступление белых, и оба эти города были ими осаждены, но, тем не менее, там Красные гарнизоны смогли выстоять. Но об этом я уже расскажу в одной из следующих передач. А дальше что происходит? Собственно, к началу марта 2019 года колчаковские войска уже готовятся к контрудару, к тому, чтобы попытаться вернуть свои позиции и добиться своих стратегических целей, в частности, попытаться соединиться с войсками Деникина на юге России. Потому что здесь фактически что получалось? Что вот до начала этого Красного наступления, фактически, например, в районе той же самой Астрахани, к ней подходили с одной стороны отряды деньгинцев, с другой стороны отряды уральского казачества. То есть, фактически, им казалось совсем немного, они вот тут сомкнутся. Но теперь здесь, соответственно, уральские казачьи войска отброшены от города очень далеко. Зато, правда, теперь уже, поскольку добровольческой, точнее, вооруженным силам юга России на Северном Кавказе сопутствовал успех, то уже теперь они могут выйти на Волгу и, собственно, начать осаду в Астрахани. Поэтому здесь, конечно, с точки зрения Калычака, в общем-то, было бы очень хорошо туда попытаться вернуться и, значит, здесь соединиться с Деникиным. Потому что тем самым уже образуется сплошной фронт, и опять Красные оказываются тут уже полностью отрезаны от Каспийского моря, от южных районов. Но, собственно, о том, как развивалось наступление Калычака в марте 2019 года, я подробно расскажу в следующей передаче. Продолжение следует... Продолжение следует...